Несмотря на то, что на дворе уже весна, случаев пожара в частном секторе меньше не становится. Наоборот, в этот период происходит даже всплеск таких ЧП. Сотрудники МЧС провели очередной рейд по профилактике пожаров. На этот раз спасатели обследовали дома в центральном районе Твери. А вместе с ними и наша съемочная группа. Светлана Кудряшова и Дарья Елена обходят частные дома в центральном районе Твери. Они обращают внимание на важное соблюдение мер предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами. Особое внимание обращают на состояние печного отопления, рассказывая о последствиях, которым может привести то или иное нарушение. Не печь, да, у вас электрические? А, газовые. А, газовые котлы? Ну, с котлами тоже своевременно обслуживать, либо вызывать, обслуживать, организоваться, либо самостоятельно проверять давление. А, ну вот. Ну, все равно ответственность на вас тоже, как на тех, кто постоянно здесь находится, бежит. Электрические приборы своевременно выключаются с сети, не оставлять без внимания, когда уходите. Потому что, как показывает практика, мы это знаем, что любая мера приводит к негативным последствиям. Практика показывает, что пожары в жилых домах происходят главным образом из-за незнания и несоблюдения населением правил безопасности, а также отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем. Нужно убирать свои участки от сухой растительности, но не допускается сжигать ее. Печь обязательно привести к следующему отопительному периоду в надлежащее состояние. Важно помнить, что запрещается осуществлять пал сухой травы и также на участках разжигать костры и сжигать что-либо на расстоянии ближе 50 метров от строений. Детям они разъяснили, как следует себя вести и что предпринимать в различных нештатных ситуациях, как не допустить беды и как обезопасить себя и свой дом от возгорания. В конце рейда сотрудницы МЧС всем жителям напомнили телефоны экстренных служб и вручили памятки по пожарной безопасности, в которых прописаны основные меры предосторожности.